Самый первый в жизни для первоклашек и почти последний для 11-ти классников звонок. День знаний шествовал почти во всех образовательных заведениях города и округа. В новом учебном году учителей и школьников ждет, как всегда, много неизведанного, трудного, но в то же время интересного. Валентина Чибичек тоже побывала среди тех, кто впервые переступил школьный порог. Самой большой школе Заполярного района в этом году «Аншлаг». 106 первоклашек. Такой цифры школа не видела последние пять лет. Хорошая демография, поддержка семьи и качественное образование. Последний компонент играет отнюдь не последнюю роль. Школа традиционно славится своими выпускниками и учителями. Школа продолжает развитие и поведение новых федеральных образовательных стандартов. Мы в экспериментальном режиме начинаем разведение в пятом классе. Но самое главное – это участие во всех инновационных проектах, которые есть. Это участие во всех олимпиадах, конкурсах, всероссийскому образованию, праздничного уровня. Губернатор тоже выпускник этой школы. Игорь Кошин, бывая здесь, каждый раз призывает учеников возвращаться в родные края. Школа дает хорошее образование, округ поддерживает успевающих студентов. На выходе получается образованный специалист, которых сейчас так не хватает. Вы знаете, сегодня на уровне государства российско уделяется огромное внимание образованию в целом. И об этом говорят и майские указы президента Российской Федерации, и те указы, те направления деятельности, которыми нас озадачивают. И это здорово. Это здорово, что страна возрождается, прежде всего, с образованием. Страна возрождается с ребенком. И если учебная программа и книжки меняются год от года, то первоклассники продолжают оставаться такими же – наивными, смешными и рассудительными. Ведь сегодня они немного приблизились ко взрослой жизни. Мне мама думала, какую делать притеску и формулу покупали с рюкзаком. А ты уже читала дома? Да. И не? Вставляла в сумоках. А читать не умею. Новый учебный год – это всегда новшества и перемены. Для школы это новые лица, для учителей – подопечные, для первоклассников – новые товарищи и полная перезагрузка. Именно сегодня им предстоит начать совсем другую жизнь и прожить ее в стенах этой школы. Саша – третий ребенок в семье Латышевых-Талеевых. Несмотря на уже пройденные вместе со старшими детьми переживания, родители волнуются, каким будет первый урок для маленького Саши. Старший брат и сестра – выпускники этой школы и знают все премудрости учебной жизни. Оксана будет обучать Сашу о замрисовании, Яша – осваивать формулу по математике. Все семьи за него переживают, потому что волнуются. Очень много всего поменялось. И вот сейчас вы видели и учебники другие, и абсолютно все другое. И сами понимаем, что, наверное, не он будет учиться, а будем учиться мы снова. Одиннадцатиклассники, напротив, проживут в стенах школы последний год. Если только не вернутся сюда-обратно. Например, преподавать английский язык. Как это вышло у Виктории. Окончив третью школу, поступила в Архангельск на педагогический факультет. Работает с детьми уже четвертый год и ни разу не пожалела о своем выборе. Работать, я думаю, очень даже неплохо. И нужно возвращаться в свой родной край, поддерживать наше население, наши трудовые ресурсы. В этом году педагогический состав третьей школы укомплектован почти на 100%. Больших проблем с кадрами нет, а это значит, дети смогут получить полноценные и необходимые знания в полном объеме. Валентина Чибичек, Вадим Носкин и Александр Дуркин, Телеканал Север.